Воскресенье В открытой площади похоронили тех людей, кто погиб при освобождении города Пскова в 1944 году. Здесь похоронены те, кто остался в Пскове в госпиталях, но умер от рана. Это особое воинское кладбище в Пскове, это кладбище воинов-освободителей. Если вы пройдетесь по этим захоронениям, посмотрите на эти могильные плиты, вы увидите, что в 1941 году это были совсем молодые люди. Многие из них были вашими ровесниками. Никто еще в самом начале 1941 года не мог подумать, какая страшная война предстоит нашей стране. Какое жестокое испытание предстоит десяткам миллионов людей. И это испытание настало. Казалось, что война длится вечно. В 1417 дней, которые длилась Великая Отечественная война, вместили в себя десятки миллионов погибших людей, десятки миллионов трагедий. И самая главная радость 9 мая 1945 года у всех тех, кто воевал, у всех тех, кто ждал, эта радость заключалась в том, что закончилась война. Люди тогда даже не говорили, наступил мир. Люди говорили, кончилась война. Эта война оставила по всей нашей стране и в нашем городе вот эти братские захоронения. Тех людей, кто мог бы жить еще очень долго, у них могли быть семьи, могли быть дети. Совершенно иначе могла сложиться и жизнь. Но, к сожалению, к великому сожалению, этого не получилось. Я вижу среди вас очень многих молодых людей и даже девушек, одетых в военную форму. Я хочу пожелать всем вам, чтобы эта военная форма никогда не пригодилась вам на войне. Чтобы всегда был мир. Чтобы был мир в нашей стране и во всем мире. Чтобы, может быть, вам пришлось участвовать в учениях, но не пришлось участвовать в настоящей войне, потому что настоящая война – это всегда преступление. 9 мая каждого года мы в первую очередь вспоминаем павших, погибших, тех, кто отдал свои жизни за нашу жизнь. Им наш вечный поклон, и они могут быть спокойны там, высоко, потому что мы сейчас здесь живем. Я хочу поздравить вас с этим великим памятным днем для нашего города, для нашей страны, для всех нас. И пожелать хранить память о ваших родных, ваших дедушках, бабушках, прадедушках, прабабушках, кто лично принял участие в этой войне, кто воевал. Во всей нашей области осталось всего несколько сотен человек, лично принимавших участие в боевых действиях во время войны. Вы еще можете сегодня сказать им большое спасибо и низко поклониться. С Днем Победы, дорогие друзья! С Днем Победы, дорогие друзья!